Музыка Мне очень приятно, и я считаю, очень правильно, потому что это со мной связано, что работа вашей молодежной школы сегодня начинается именно с марксистской экономической теории основы. Потому что, по словам Ленина, ни в одном политическом вопросе, ни в одних событиях разобраться нельзя, если вы не прорабатываете вопрос экономический. Какие интересы экономические движут процессами, какие классы интересы сталкиваются в тех или иных событиях. То есть, прежде всего, необходим глубинный подход к событиям современных. А современность наша полна такими событиями, у нас на Украине особенно сейчас, что, как говорится, не пол-литра не надо, но в дисполитэкономии не разберешься, кто движет этих процессов. Одним словом, я считаю, что очень своевременно, и вообще-то сейчас возрос интересы, я посмотрела по публикациям, по занятиям молодежным и немолодежным, к изучению именно экономической теории. Одни увлекаются буржуазовыми теориями, вузы им преподносят, но это теории под вопросом. Иван Марс Бану сказал, что с тех пор, как вышел на арену рабочий класс открытой борьбы с 1848 года, когда он перестал таскать каштаны для буржуазии в революционных процессах, с тех пор буржуазная политэкономия перестала быть научной во всех ее проявлениях. Она стала бульгарной прислужницей, в конечном счете чего изволите, что выгодно для сохранения, для украшения капитализма, приглашения его противоречий и так далее. Конечно, буржуазные экономисты, тот же экономикс, если кто-то из вас в вузах или изучает, или изучал, дает описание различных процессов, явлений современного капитализма или исторических процессов. Но это поверхностные описания, это выхваченные отдельные явления поверхности, а суть вопроса, глубинные процессы и закономерности, которые скрываются под внешней формой, очень пёстрой, разнообразной формой проявления экономической и политической жизни. Буржуазная политэкономия обходит, как огня. Не случайно поэтому в отношении политической экономии, созданной Марксом, рассматривающей капитализм дома на политическое, его становление, но не капитализм как таковое, а цель у Маркса была всегда ее адреса одна. Выяснить незакономерность капиталистического способа производства, вообще исторического процесса развития, в результате которой складывается капиталистическая формация, капиталистический этап развития человеческого общества. И завершающий этап, это завершается на этом предыстория человечества, после которой неизбежно, после крушения этой одной из третьей эксплуататорской формации, неизбежно, закономерно, как естественный исторический результат общественного развития, приходит общество солидарности, общество коллективизма, но приходит оно не само по себе, никто нам его не приносит, это результат борьбы, результат вызревания субъективного фактора и в объективные предпосылки для гибели капитализма, не автоматические, в результате борьбы, для капитализма. Как говорил Маяковский, помните, с годами опухой обряд и легкой историей на пути, мир как свою кровать, его не объехать, не обойти, одно остается взорвать. Иначе, кроме как революционного взрыва, революции и уничтожения капитализма, гниющего, умирающего современного, который сегодня ставит под угрозу само существование человечества, вообще земной жизни, с тем наличием средств уничтожения само собой, видимое в Украине, кстати, в Юго-Востоке, Восток сейчас уже Крым, как говорится, мы вам подарили, вы не оказались, да. А вот восточные области Украины, Донецкие, Луганские районы, пролетарские районы Украины, еще большая часть, 75% пролетариата, сегодня, от прошлого рабочего класса, промышленного, Украины, соцсветочное было в этих двух регионах, в этих двух областях расслуживаться. Поэтому не случайно сейчас за всей пестраторой мы об этом будем дальше говорить, на встрече специально, вероятно, посвященном этим вопросам, будет интересная встреча с товарищами у вас, и я там бываю, в курсе дела техпроцессов происходящих, но при всей пестраторе участников, разнонаправленности идеологических проявлений руководства военного и политического этих двух республик, там, что очень важно, есть одна составляющая, которой, к сожалению, кроме нас с вами, никто не говорит. Вот я слушаю товарища Греченского, «Красная ТВ», других, так называемых, теоретиков левых и так далее, говорят о чем угодно, о военных талантах или там слабостях, предательствах. Кургинян он теперь в теоретике оказался, этого процесса видит. Но о том, что там основная эта тяжесть борьбы, лежит на плечах. А вот в буржуазной правительстве и их подголоски средств массовой информации говорят, что там сорки, там быдло, там ватники стоят на баррикадах, те, кто несут на себе груз именно реальной борьбы, негромкой, невиданной, но героической борьбы. Я бы сказала, я бы назвала, знаете, по аналогии с парижской коммунной, штурмующей небо. В этих условиях сейчас, вы подробнее не увидите, я сейчас закончу, но я хочу сказать, что во всех этих процессах тоже безэкономической составляющей, которая движет схваткой, в данном случае, всех политических и классовых сил, которые там занимаются, не разберешься. Я думаю, что мы эту тему продолжим конкретно, когда встретимся по круглому столу в Украине. Так вот, товарищ Батон, как руководитель, поставил передо мной, можно сказать, невыполнимую задачу, но я постараюсь. Сказал, что я должна прочитать лекцию в основах политэкономии. Но нет такой дисциплины, и курса такого, и темы такого нет. Я настроилась сначала так, как человек самый молодой среди вас. Хотела вам рассказать о современном капитализме, об империализме, который следом был леденым. Кстати, мы с вами сегодня 7-е, 1-го числа, 1-го августа, что началось в мире, вспомните, 100 лет Первой мировой войны. И Ленин тогда в 14-м году, в 14-15-м, писал, что без рассмотрения экономических сутей этих процессов, ничего в этой войне, вообще во всех проявлениях современных кукурузмах, понять невозможно. Смысл, цель исследования Марксом экономических закономерностей и развития капитализма, в данном случае, каталистической формации, было не просто изучение тех или иных поверхностных явлений, фиксация тех или иных факторов, что характерны для буржуазной экономической науки, и апологетика капитализма. Цель была исследование великих революционеров, а они были и ученые, и революционеры, и Маркс, и Энгельс, и Ленин. Цель была вооружить тот класс, который поднимался в эпоху капитализма, рожден был капитализм, пролетариат, вооружить пониманием его исторического места, закономерности общества, которое на его плечах поднимается, развивается и живется, паразитирует, и указать им неизбежность победы в революционной борьбе пролетариата. Поэтому политическая наука, марксистская, это наука классовая, не в том смысле, что она обслуживает интересы военного класса, но только с позиции передового класса, который не боится вскрывать истинную суть тех или иных процессов, только с позиции именно классовых, интересового передового класса, который не боится правды, и, возможно, научный подход к экономичным процессам. Для того, чтобы мы с вами все-таки какую-то логику, развитие процессов капитализма и сегодняшнего капитализма увидели, вслед за тем, что сделали открытие Маркса, Энгельса, Евгений в дальнейшем, не просто мы должны начать с самого начала, а именно, что изучает политическая экономия, предмет этой науки. Всякая наука при чём должна пределиться своим предметом. Что же изучает политическая экономия? Марс ещё до капитала, до своего гениального труда, введение сначала к рукописям экономическим, всем знаменитым, это были подготовительные материалы к выработке экономической теории, собственно, черновые варианты капитала, а затем знаменитым, всем рекомендую, кто-нибудь читал, познакомиться обязательно, потому что в экономиксе вам, наверное, даже ссылок на эти работы не дают, предисловие к критике политической экономии. Это на просто второй вариант подготовительных материалов капитала. Вот там впервые Маркс формулирует и предмет политической экономии, предисловие к критике, работа называется к критике, она не завершена была у Марса, потом всё это отразилось уже в капитале. Там он даёт первые чеканы определения предмета политической экономии, фактически закладывает основы для себя, не только основы, но и в развитии для себя, исторического материализма, не только диалектика, она уже и на историческом материализме, диалектика в области исторического процесса, закладывает понятие формации, тех антагонистических формаций, будущих формаций, это же процесс уже связь логического с историческим, историческим материализмом. А самое главное, оно говорит о том, что лежит основе исторического процесса развития человеческого общества, где основа во всей пирсоте общественных отношений. Более сложная, чем общественная жизнь, ничего в природе живой и тем более мёртвы нет. Жизнь общества наиболее сложна, тут всё переплетается. И видимые пружины, и психологические, даже экономические, и личностные, и любой может повлиять каким-то образом в этом область человеческих отношений на те или иные поступки. Либо поднять человека на геройские поступки, или наоборот, приобщить его к числамещам. И такое тоже бывает, я говорю о личностном факторе, о роли личности. Короче говоря, где же основа пестроты общественных отношений? Где демиург, то есть тот, что определяет? Или Марс или Сейдро, я же не буду усложать ваше памятное. Значит, что же есть основа всех остальных процессов? Сложное взаимодействие этих процессов, которые в свою очередь влияют на основное, но исходным является это основное. Ну, наверное, вы помните сеть, что это прежде всего развитие производительных сил в единстве с производственными отношениями. Это развитие материального производства, которое имеет две стороны. Отношение к природе человека, общественного человека, и отношение между людьми в процессе воздействия на природу, в создании условий для своей жизни. Производство материального производства. То есть материальное производство есть основа жизни человечества общества. В его развитии, конечно, она формирует свой человека. Не буду... Некогда я это делал, короче, я провел тоже какой-то прямводный курс, но подробно рассматривал, скажем, превращение обезьяны в человека постепенно в процессе труда. Не всем обезьянам удалось, и не всех видел, лучше обезьян оказались. Но, тем не менее, у Маркса, в какой-то мере, и у Энглеса, особенно происхождение семьи, частные собственные государства, эти вопросы очень интересные, очень ярко описаны, есть смысл их читать, перечитать. Лучше этих источников вы ничего не найдете. Но, во всяком случае, само положение, важнейшее положение о том, что материальное производство из основа жизни, глубинное основа всех процессов общественной жизни, это открытие Маркса сделано было, сформулировано в этом предисловии к критике политической экономии. А затем они конкретизировались доказательно уже в капитале Маркса и вологии других работах Маркса и Мерс. Так что такое материальное производство? Ну, с открытием этого мы с вами знаем отношение людей, через себя общественность, на человек, общественность, человек, воздействие на природу, создание условий своей жизни. Прежде всего, надо есть, пить, одеваться для того, чтобы жить. Физические потребности духовные потолки стали удовлетворять, хотя я прекрасным по носкам рисунками с нами тогда уже была в какой-то мере, может, даже лучше, чем у наших, нынешних, многих, а сейчас амстракционистов. Но, тем не менее, прежде всего удовлетворение самых необходимых потребностей, в еге, в пище, в живище и так далее. Но для того, чтобы потреблять, надо производить. Время, когда там что-то срывали с дерева, когда это было только фактически еще животное существование, быстро минует, и человек должен был производить. А что значит производить? Это значит трудиться, значит прилагать усилия, прилагать свой труд к внешней среде и, преобразовывая эту внешнюю среду, создавать условия своего существования. А что же такое труд? Вот тут в первом главе первого тома капитала, наше великолепно, образно все его, может быть, читали, а, может быть, и нет, великолепно сравнивали. Труд и функциональные действия животных, которые могут показаться более целесообразными, более результативными, чем человеческий труд. Помните его пример с пченой, строящей соты, или муравьи, которые строят сложные дома. Вроде бы очень сложные конструкции, но тем отличается труд человека от функций бессознательных животного мира, самых высокоорганизованных, где-то же Алисандр может палку поднять, и там, что-то пюрок сбить, постараться, было бы это такое. Вот, научит его. Сами там приходят к нему, какому чисто функциональному. Он говорит, труд, это, опять же, есть сознательное, целесообразное действие человека. Прежде чем, в отличие от пчены, строить улья, человек строит план, это вот, ставит себе цель и создает образ, что он хочет сделать. То есть он уже определенным образом целесообразно действует заранее, определяя свои трудовые усилия. Целесообразность, сознательность процесса. Для животного мира самому сопровернизованному это все бессознательные, чистые физиологические, функциональные процессы. Значит, труд есть, целесообразная сознательность человека, в результате которой воздействие на природу, он видоизменяет ее, или даже создает в нем тот, что в природе нету современных условий, служащий для его жизни, для его существования. Но на что направлен человечественный труд? Для того, чтобы труд совершался, как говорится, обедать захотите, но если обеда не будет готова, борща и там еще вареников, что он там дадут, кушать нечего будет. Поэтому, для того, чтобы труд совершился, труд человека должен соединиться с веществом природы. Что именно? Это, конечно, предмет труда, кто на что труд направлен. Это, может быть, земля, которую человек обрабатывает, это, может быть, плоды, которые еще дикорастущие. Но это детство человечество быстро закончилось, хотя тянулось столетиями, я сказал, быстро закончилось июнь. По телеца своего человека надо было добывать в нее насущие. То есть, предмет труда в большинстве своем, особенно в современной обществе, называется сырой материал. Данные готовы в виде природе, то, что человек только изымает, ну, скажем, полезноископаемые. Это данные. Тогда, когда добывает эти полезноископаемые, вот этот сланцовый газ, который Байден и стоящий за ним американским интересам, хотят на выживании земли Востока, особенно под Луганском, славянские, там огромные запасы оказались этого, вредного для испочеки и так далее, последствий для воды, особенно, по технологии, кто интересовался, знает подробно это. Это предмет труда, данный в виде природы. Человек должен быть, скажем, обработка детственной земли или там детственного леса, и так далее. Это все еще предмет труда, данный в виде природы. А вот в большинстве случаев современного общества, уже капитализма, предмет труда выступал как сырые материалы. То есть он уже был предварительно подвергнут для данного процесса производства, в предыдущих процессах производства, добывающей промышленность, изъявы, скажем, уголь или там, тоже сланцовый газ, а затем идет их переработка, многократная, для производства различных видов изделий. Там уже этот предмет труда, который создан в виде труда, выступает как сырой материал. То есть сырые материалы это часть предмета труда, наибольшая, которая подвергалась предварительно многократному возможному воздействию человеческого труда. Ну и когда мы с вами говорим не только о первом трудном обществе, а о развитии человеческого общества, тем более современного, мы должны помнить, что между человеком и предметом труда сырые материалы, и так далее, и там, там, и другие природы, должны быть орудия, труда. Орудия труда. Или средства труда более широко. Орудия труда у Марса в цену орудия производства. Немножечко я хочу вас напомнить, вам вооружить, кто не сталкивался с этим категориальным аппаратом. Орудия производства, орудия труда это одно и то же. Средства труда включают в себя орудия труда как самая важнейшая часть. Но средства труда шире понятия. Средства труда это земля, на котором стоит производственное знание. Это и транспорт, который подвозит целью материала, и так далее. Это все те условия, которые, либо природные данные, либо человек уже созданный, которые непосредственно не подвергаются воздействию человечества туда, в данном процессе служат, оболочкой формы, внутри которой, скажем, подъездные пути, на заводах. Это предмет труда не воздействует, но они являются условиями, производственное знание, и так далее. Очень дорогостоящие и прочие вещи. Даже труба, из-за которой сейчас наше дорогое хунтовское правительство торгуется из-под тяжка с вашим путинским правительством, и очень часто о чем-то договариваются. Мы еще увидим с вами, чем это все закончится. Труба это тоже средство труда, но это не орудие труда, не орудие производства. Орудие труда и орудие производства это то, что непосредственно удлиняет руку человеку, умножает его физические силы и непосредственно воздействует, лежит между человеком в трудном процессе и предметом труда, на который он воздействует. Как бы увеличивает его физические данные для процесса китара. Руки, силы, физические данные. Механические средства труда или механические орудия производства это наиболее активное чаще быстрее всего на базе современной эпохи научно-технического прогресса наиболее подвижная наиболее быстро изменяющийся часть условий производства механические но мы с вами знаем что переворот механических людей на появление ткацкого станка сначала становление капитализма на собственное слово когда капитализм стал развиваться уже как капитализм не на свой орудие труда ремесленного еще периода феодальной эпохи ремесленного труда а уже на собственность машинное производство перевороты в орудиях труда в машинных и механических орудиях труда и означали и в наше время мы с вами знаем перевороты в орудиях труда внедрение автоматизированных систем конвейеров и так далее все это вело к тому что революция совершалась в орудиях труда и она двигала вперед технический подчеркивает технический прогресс человечества что это будет неоднозначный прогресс в целом в общественном развитии это будет очень важно когда мы костюм социального империализма потому что многие эти ощущения такое не только у нас с вами может возникнуть а даже у зубров таких теоретиков которые в свое время богдану в 30-е и 20-е годы богдану луночарский промокал как напрягает定 что раз империализм это более с техничного плане развитая стадия в развитии strip углечена причем бриг손 они подчеркнута техничный процент идет и сейчас мы сможем видим перевороты но игра получите книжка революции а как формация как единство производства как решение произвольных сил он реакционен поэтому технический прогресс и характеристика способа производства как такового информация или натальных информации это не одно и то Технический прогресс может служить регрессу в целом развитии человечества. Гонка вооружений. Какие открытия делаются? Это прогресс. Технический переворот там есть. А с точки зрения их использования человечества изучают, конечно, вниз по лестнице, то есть сверх по лестнице и выше и выше. Это уничтожение, может быть, и угроза своего существования людей. Ну так вот, сейчас закончим темой четырех часов, но мы сейчас с вами с этим быстренько закончим. Итак, производительные силы и есть единство средств труда, предметов труда, но главная производительная сила, или я назвал ее первая производительность силы, это люди, трудящиеся, рабочие в наше время. Ну и понятие рабочие тоже расширительно. Сейчас мы будем касаться, это не только физический труд, но и устный труд. Поэтому все, кто в материальном производстве полнает производственные функции, и конструкторы, и инженер на заводе вводят понятие целокупной рабочей силы, выполняющей различные функции. А внутри, конечно, прежде всего, это сами рабочие. Ну, пролетали условия капитализма. Это отдельная тема, тоже понемногу дискуссии. Так вот, единство предмета труда, и решили, скажем с вами, средств труда, условия труда, средств производства и людей, и есть, что это такое производительные силы общества. Самый подвижный элемент производительных сил – это материальные, вещественные и личностные факторы производства. Средства труда, орудия труда и орудия производства, и люди, трудящиеся. И есть производительные силы общества. Именно в развитии производительных сил общества, своя логика, своя законодательность, научное открытие, познание человеком природы, накопление выражается в изменениях в орудиях труда. Это и есть движитель исторического прогресса, движения общества. Это величайшее открытие Марса, которая сделана еще до капитала, в виде предисловий критики политической экономии. Отсюда Марс различал, против чего сейчас выступает, и раньше выступали, сейчас активно, любители так называемого цивилизационного подхода, знакомого вам, так ведь, отрицающий формационный подход, что развитие человечества качественно характеризуется, такими формациями, а формация… Кстати, кто мне подскажет, что такое формация? Это производительные силы, производственные отношения. То есть способ производства, я забыл вам это сказать, я вообще думаю, что вы это знаете, производительные силы мы с вами назвали, плюс производственные отношения. То есть те отношения, которые складываются в процессе производства между ними, в то, что они действуют друг на друга, не только на природе. Труд все более становится общественным, то есть взаимосвязанным многих людей в одном или во многих процессах производства. А сейчас мы сами видим, что эта связь, даже цепочка производства мирового штаба, мировое хозяйство СССР. Так вот, предметы труда, средства труда – это производительные силы, плюс производственные отношения, как оболочка, как форма внутри, которая называется претензивная, есть способ производства. А если мы сюда с вами в орбиту нашего анализа вовлечем, и то, что возвышается над этим, надстройка политическая, духовность, возможно, и жизненное общество, процессы, значит способ производства – производительные силы и производственные отношения, отношения к другим процессам производства. А если мы, кроме способа производства, возьмем в орбиту наше внимание, хотя это не было специальным предметом политэкономии, но, так или иначе, Маркс и Ренгель Семенин всегда эти вопросы поднимали, давали им оценку, рассматривали в единстве с надстройкой политической, то есть теми общественными отношениями, которые не уходят уже в материальные производства, не являются элементом способа производства, но являются как бы производными от этих зависимыми и обратно влияющими положительными или отрицательными на развитие способа производства. Значит, на политическое, религиозное, духовное и так далее национально формы семейных отношений, все это есть общественные отношения, все они относятся к надстройке над производительными силами, над способом производства, потому что они от них в первую очередь зависят, но они также, не пассивны, они оказывают обратное либо прогрессивное реакционное воздействие, либо реакционное воздействие на развитие производительных сил и в целом способа производства. Так вот, производительные силы или способ производства плюс отстройка вместе и образуют понятие формации на определенном историческом этапе развития общества. Таких, как мы знаем, формации антагонистических, я не беру до классовых организаций, а классовых, антагонистических, человечеством развития прошло три. И сегодня еще пытается буржуазия, господствующий класс, последний эксплуатательской формации, сделать его вечным, концом истории, как мы с вами знаем, вплоть до того, чтобы уничтожать человечество и оставить только себя, только кто их кормит, надо больше кормить. Так вот, так что же прежде всего должно было измениться в производственных отношениях на той же технической основе, чтобы одна формация перешла на качество более высокого уровня. Да потому что сами производственные отношения тоже многообразные, многослойные. И я уверена, что вы знаете, что лежит в основе самих производственных отношений. Вот буржуазная политика, но не тянет нас к распределению. Всевозможные, юваки тоже пишут, надо все поделить форму, распределительные отношения. Сейчас это вы виноваты, вы дали мой скайп, а фермеры меня потом эксплуатируют, чтобы я там написал рецензию на чьих-то труд. И вот товарищ пишет, что надо равномерно распределять, изменить отношения распределения. Это уже современные наши искатели правды. Так что хочу сказать вообще. Прежде чем распределять, надо, во-первых, произвести то, что распределить, во-вторых, то, что произведено, не является ничейной землей. Возникает имущественное отношение по присвоению созданного. Эти отношения как называются? Это отношения собственности. Или просто собственность. Прежде чем на средства производства, в чьих руках средства производства, то и результаты производства будут тех руках. То есть отношения собственности есть основа, наиболее глубинная, наиболее важная часть производственных отношений. Даже в каком-то смысле это есть целопутность в производственных отношениях, поскольку все остальные отношения, распределение, обмена, потребление, это все перечисляем отношения производственные. Отношение распределения, обмена, потребление, это важнейшая сторона производственных отношений, но не производная это отношение собственности. Отношение собственности это тоже открытие маркса, это основа производственных отношений, которые влияют и на производительные силы, на технический прогресс. Почему часто прячут, это характерно, коммерческая тайна, почему прячут иногда изобретение тех или иных монополий, это характерно для конкурентной борьбы, чтобы конкурентного спросить, потому что собственник той монополии, где технический персонал сделал открытие, он прикупил это открытие, хочет быть монополистом. И поэтому это тормозит технический прогресс, наряду с логикой открытия научных, которые дают прогресс, собственные отношения собственности могут вызывать совершенно не направление. Именно направление, скажем, как только буржуазия тоже, это слово Барбюс, затевает что-нибудь подлое, сразу они, ты сразу тратишь ожидать войны, потому что гонка вооружений, продажа, торговля оружием, это самое прибыльное дело. А ведь там сколько ума задействовано, сколько технических прогрессов, открытие делается в военной сферах, но на что это идет? На уничтожение человечества. Потому что отношение собственности для родительцев средств производства, которые держат в себя этот научный персонал, или сами являются хозяевами научных институтов, это прибыльное положение. То, что несет бедное человечество, техничество интересует, потому что там цель одна. Значит, отношения собственности основные, за ними идут отношения распределения после отношений собственности. А где отношения собственности возникают, товарищи? Прежде всего, производстве. Орудия производства, средства производства, кому принадлежат? Капиталистам. То есть уже когда начинается производство процесса, я беру капитализм. Или возьмите феодализм. Производство, обработка земли, лично, собственно, феодал, собственный был землик. Крестьяне, крепостные, полукрепостные, не имели этого важнейшего рода производства. И поэтому отношения собственности влияли на все остальные отношения распределения, обмена, потребление, доли потребления. Наршиченко хорошо писал, чем питались. Крестьяне на Украине. Сейчас его идеализируют, как певца чуть ли не пендеровщины. Вот. Значит, итак, Маркс, поскольку мы с вами бежево коснулись все-таки предмета политэкономии, подведем итоги, скажем, что же изучает подлинная наука. Марксистская, она единственная экономическая наука, которая ставит задачу вскрыть суть процессов, а не приукрасить их в интересах сохранения капитализма. Она изучает в определенной массе развитие производительных сил, в их взаимодействии с производственными отношениями. Развитие производительных сил, в их взаимодействии с производственными отношениями. То есть сфера материального производства, в которой есть производительные силы и производственные отношения, в их историческом процессе развития. На каждом данном этапе исторического развития переход от одного качественного этапа к другому. Это и есть предмет политэкономии. А все остальные науки, та же любимая вами философия, все выникаются сейчас, что-то может учить Гегель, не знаю, ставить его слов на голову, то есть было и надо, не знаю, можно прямо чисто не делить его, потому что там можно ни за что не отвечать, все очень прочее. А в политэкономии такой номер не пройдет, только там крепко все доказать в рассуждении. Хотя вообще-то лучше применение диалектики гегельевской, только очищенной от искажений идиалистической, есть капитал Маркса, вообще экономическая теория. Он пронизан весь диалектическим подходом, изменения качественного, переходящего количества, борьба противоречий, от простого к сложному. Что не возьмете, какой закон диалектики не возьмете, именно в капитале Маркса эти категории получили дальнейшее развитие и расцвет на основе конкретного материала в самой сложной и на этой самой важной сфере человечества жизни. Значит, выяснили, чем занимается политэкономия, настоящая наука, подняноучная. А она может быть только классовая, политэкономия наука классовая. А что значит классоваясь? А дальше даже с вами скажем, именно осознанная классоваясь и спартийность. По Ленину это, значит, беспартийность, не классоваясь, это трусливое прикрывание принадлежности к партии сытых. Кто боится правды, тот прикрывает свою классную принадлежность. Эксплуататоры говорят, что они все человеки. Общечеловеческие ценности сохраняют. Марксистская политэкономия скрывает классовые противоречия и выступает с позиции интересового передового класса. Этот класс пролетариат, эксплуатированный, который, почему он самый передовой, почему он прогрессивный, его интересы, как он сам себя не осознает. Но объективно, в силу того, что он никого не эксплуатирует, он на ворот на его плечах держится человечество с созданием материальной блага, значит, и духовная жизнь, соответственно, на этой основе существует. Потому что он никого не эксплуатирует. Он создатель материальной блага, условий жизни, да и духовной блага человеческого общества. Поэтому, с позиции передового класса, при всей его, может быть, на данный момент незрелости, не созависчиво своей исторической миссией, только наука на позиции передового класса может продевать, может быть, научной. И таковой является марсистская, экономическая, в данном случае, политэкономия марсистской и экономической миссией. Буржуазская политэкономия, конечно, в счете, создается просто так, выгодно или невыгодно буржуазию. Для сохранения, она может критиковать один из исторических капитализма. Он как Кейнс, один из теоретиков уже 20 века. Он говорил, что капитализм впервые, почему его так выделяют, и мы его тоже выделяем. Он впервые заявил о том, что капитализм болен. Связано это было с кризисом 29-30 лет, но он сказал, что государство должно стать врачом скорой помощи в больном капитализме. Он изучил капитализм. Только надо, чтобы государство вмешалось, регулировало экономику, и тогда негативные явления, свойства капитализма может включить. Все буржуазные теоретики, самые талантные из них, еще до Маркса, Адам Смит, Давид Рикардо и другие, и выдающиеся буржуазные колонии с 20-го века, в данном случае, Санавич 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 Санавич, в коем случае, мы с вами не опустили. Это эпигон, в данном случае будем говорить о Кейнсе. И была еще, и она есть, что там сейчас, заводник, школа, марксистами себя называли, но вдалеке от марксизма были, но тем не менее, здесь был подход такой, в материальных отношениях пытались искать ответы. Так вот, все они стояли над другим. Капитализм – это единственное, конец истории, другого быть не может. Это прогрессивная информация, все болезни его излечимы. Правда, монетаристы искали выход на развитие денежного вращения, не шаписто, свободной торговли, то есть свободной конкуренции и монетаристские теории, свободного помещения денег, спасения банков. Но это самое, кенсианские сторонники Кейнсе и его последователи не кенсианцы стоят на процессе, потому что лечить надо, он волен. В этом плане он нес определенный вклад, элемент научности в буржасной политике экономии. Но он стоял на том, что капитализм излечит, и он может прекрасно существовать. А социализм – это выдумки теоретиков. Перереги. Так, почему с товара начинаем? Не потому, что товарные отношения были почвой, на которой вырастал капитализм, да потому, что товар – это клеточка буржуазного общества. Капитализм – это товарное производство, причем всеобщее товарное производство. Все отношения и производстве, и нефть, все становится товаром. Что можно сказать, даже отношения любви, отношения семей, и так далее, политика – все предмет купли-продажи. Товар – это продукт труда, произведенный для продажи. Полезный продукт, прислуживший потреблению, но произведенный для продажи. То есть, не непосредственно для потребления, а через продажу идет потребление. Ну, развитие товарных отношений связано с развитием производительных сил, общей самозеления труда. Два момента. Товарное отношение возникает задолго до капитализма. Марс начинает с товара не с товара до капиталистического, а с товара как экономической клеточки капитализма. И он говорит, что развитое тело изучает легче, чем в зачаточном состоянии. Поэтому затем он, экскурсом, касается и постово-товарное производство, предыстории капитализма. Но прежде всего, на осмотре, что товар – всеобщая форма капиталистических отношений. Даже рабочие силы человека, даже те отношения, которые никогда не были объектом купли-продажи, даже семейные и прочее, все становится объектом купли-продажи. Так вот, и тем не менее, товар в условиях капитализма как форма капиталистических отношений истоком с вами имеет докапиталистические товарные отношения. Что порождает товарные отношения? Два условия в сочетании, когда они есть, общие товарные отношения, я говорю, капиталистические и простые. Если эти два наличия есть, это первое. Развитие общества, разделение труда, специализация. Потому что если семья производит сама у себя все, то она сама все это и потребляет. Обмены между ними нет. Там просто берут и потребляют, удивляют, то, что кушают обед, который жена приготовила. Мужчины там поймали что-то на охоте, принесли в дом, и потребляют. Там нет, внутри семейный обмен как-то, но там нет отчуждения собственности, правовладения этих. Так вот, общественное разделение труда. Какое первое крупное общественное? Крупное общественное. Отделение скотоводства от земледелия. Второе, крупное общественное отделение, я уже бегом так иду, отделение ремесла от земледелия, появление ремесленников. И уже эта специализация больших групп людей, там природные фракторы влияли, где были плодородные почвы, там земледелия, где пастбище было, там скотоводческие племя возникали. На стыке этих племен сначала обмен продуктами, как обмен пока безденежный, товар на товар, продукт на продукт. Раз он продается, обменивается, значит уже товар. Возникал именно на стыке племен. Потом эти отношения захватывали уже, что, внутреплеменные организации, потому что вожди мудрейшие, которые присваивали не только право предсказывать поводу и так далее, но уже хотели избыток, который возникал, тоже к себе присвоить. И уже потом начиналась торговля с племенниками своими, когда рабовладение поступало и так далее. Уже люди становились товарами не только завоеванных в области, но и в себя там обездоленных, то есть обмечавших, превращали в товар, то есть крепостные, и закрепленные отношения. И так общественное разделение труда. Но общественное разделение труда и при коммунизме будет. Другой только форме. Оно не будет закреплено за каждую деятельность и пожительное. Но специализация по талантам, по видам деятельности, это не значит, что вы будете один, который вам достанет своего рода коммунизм. Сейчас с тачкой, а потом сейчас у Мальберта. Это немножко примитивно. То, что вы можете в свободное время производства, оно будет минимально высокое производство. Состоронне развивать свою деятельность в всех сферах жизни, искусства, науки, и в совершенно детенки. Вот это будет. Но специализация в какой-то мере все-таки будет. Мне кажется. Не по жизни, не закрепленная, но по данным, по способностям и так далее. Так вот. Общественное разделение труда все более больше углубляется. Оно способствует росту производительства. Создается избыток продукта, который затем присваивается старейшинами, а затем классами эксплуататоров, которые в родуладейник, при феодоризме присваивает плоды сначала этого избыточного труда, сверхнеобходимо для самих производителей. И самих производителей закопляет. Но этого мало. Если, мы с вами говорим, общественное труда развивается, оно углубляется, научно-техническое прогрессе, новые-новые отпочковые толщины, так что же, вечно товарное производство, нет, оно не вечно. Уже при социализме мы затянули практически еще в 20-е годы при Ленине стоял вопрос в программе партии по сути, изживания товарных отношений. Потом вынуждены были вести инепет. Особая разворность когда-нибудь следует по проблемам социализма. Интересно. Кстати, Вознесенский, один из первых своих работ, известный Вознесенский, помните, как говорили, да? Крупный наш советский экономист, кстати, 18 лет, его по решению политбюрок приняли, сверновку. Вот такой талантливый парень был. А сам он был из семьи тех, кто в Ивана Вознесенске устанавливали в Советскую власти его братья, все свои, и так далее. Первый совет был Ивана Вознесенского. Интересно. Работаем очень тоже в Совете почитать, конечно, военная экономика СССР. В годовой не. И Господа по этому поводу СССР. Сталин намечал одним из своих преемников наряду с молодыми движениями. Сложные вопросы, грустные немножко вопросы для разговора. Всего там в нашей истории было много великого. Есть и таких страниц, которые требуют еще рассмотрения. На самом деле, я к Вознесенскому, к его личности, к его талантам экономическому отношусь большим вложением. И как коммунистам. Хотя судьба различна, конечно. Так вот, значит, одного общества разведения недостаточно. Что вообще сразу труда вызвала необходимость уже купли-продажи, а не просто дарение или обмена такого без купли-продажи невероятного. Где-то уже должны возникнуть отношения частной собственности. Отчуждение людей в вопросах владения вещами. Вот когда скотоводческая община, которая принадлежит продукт скотоводческой деятельности, сталкивается с земледельчицей, то и они обмениться с собой, они становятся, теряют собственность на свой продукт и приобретают собственность на продукт, который выменит на свой. Смена собственника при разделении труда специализации и создают условия для товарного обмена. Товарный обмен это обмена посреданной купли-продажи. Сначала Т на Т, товар на товар, товар есть продукт труда для продажи. Обычно сначала шли в обмен избытки сверхтого накопила для собственного потребления общины. Потом специально специализировались на производстве. Вспомните, как назывались первые деньги на Руси. Не помните? Особенно в Сибири. Куны, Пашмина. А это самое Аскоты, земледельческие, скотоводческие общины. Вот эти миссанты, пазмящие Доромога, там первые деньги назывались скоты. В общем, то, что было в приходе больше всего в Армении, то, что название первых еще не денежных, не металлических денег. Так вот, товарные отношения возникают, то есть отношения купли-продажи, смена собственника при общественном разделении туда. Они возникают еще задолго до капитализма, но с развитием производительных сил нарастают возможности этих отношений. И при капитализме все становится товаром, объектом, даже капитализм есть всеобщая форма товарного производства. Всеобщая форма товарного производства. Кстати, при империализме господство монополии отнюдь не отменяет и даже простых товарных отношений, мелких производителей, которые будут. Капитализм империалистический воспроизводит эти отношения. Это очень интересно, потому что это почва, на которой он имеет свой социальный опор. На мелких буржуазин, на мелких собственных и так далее, которые ведут простой товарный обмен. Но они не играют роли важной экономической. Но тем не менее в порах капитализма даже сегодня сейчас, посмотрите, как заботятся и ваши тут идеологи. А на Украине вообще это главная тема. Да и Запад тоже буржуазы, идеологи, политики. Мелкого производителя, средний класс, как сохранить мелкий буржуазия это в оба заведенных действиям. комментировал, сейчас я работал над материалом, очень интересно. Долгое время считали, что мелкая буржуазия в России и в других странах в силу своей двойственной природы с одной стороны частной собственной с другой стороны дружинник-производитель. Он не эксплуатирует никого. Но душой нальвется, конечно, стать крупным собственником или обличить себя, взять себя оттуда вывезти, усилие стать капиталистом, кулаком и так далее. Так вот, считалось так, что сила двойственной природы мелкая буржуазия значительно мере будет пополнять, ибо они разоряются при капитализме мелкий собственник. Они воспроизводятся и разоряются от насечения. И сегодня мы это с вами наблюдаем. Что они будут трезьявой пролетарской революции. Вот интересно, что момент, поскольку то, что мы сейчас на Украине, да и не только на Украине, но и все в мире наблюдают проявление господства монополистической России в форме фашизации политической жизни. комитет отметил, что на долгое время, в 33-м году мелкая буржуазия может стать опорой именно фашистских процессов. Процесс расстояния задерживается, особенно в тех странах, где в мелкой буржуазии довольно прилично живет, европейских странах, которые зачерканы в Америке, подкармливались именно в Шатах Америки. Посмотрите, мы с вами видим бурный революционный процесс этих странах. Может, тут есть действительно логика того, что за счет того, что они ездили на третьих странах, ездили на Небрах, эксплуатированные колонии, даже Бельгия. Посмотрите, там у них есть Королевский дворец, музей. Все, что есть ценного в Африке, вот этих колониях, Конго и других колоний были, показано, какие дворцы, какое награбливое, авангрии и так далее. Значит, подкармливает свою не только мелкогрузинную часть рабочего класса, создавая немелкогружазные прослойки по арктифологии, по уровну и положению. Так что, это, комендарно отметил это еще. Мне кажется, это очень сегодня мы должны иметь в виду. Мы всегда говорили, что она двойственна по природе своей класса, так ведь? С однозначно тружениц, с добродствами собственники, поэтому приправили политику, ленинской политикой, мы труженика крестьяне от собственника сумели повернуть все-таки в сторону поддержки советской власти. Хотя борьба была не только помните, не теж этот самый запомнительный, крышатский и другие вещи, когда этот собственник не понимал своего интереса в этом самом Ахморщинах, которые имели тоже мелкособственные тенденции. Но вот вывод о том, что на определенных этапах за счет политики буржуазии тех стран, которые много получили за счет гребежа других народов, прямого или гостинно, как сейчас Америка это делает за счет вывоза капитала и навязанности кредитов мелкой буржуазии может стать надолго опорой фашистских социальных базов фашистского проживания. Итак, товар вещь приятная. Это потребительная стоимость одной. Сомнений, она бесполезна, если нельзя ее слушать, идея, это еще никто не будет приобретать. Но она как товар должна быть полезной для других. Если сапожник только на себя сшит сапоги, по своей мерке его никто покупать не будет. Поэтому отзывы так, что потребительная стоимость товара в отличие от любой полезной вещи нет товара. Вы на себя сначале сапоги, скажем, сапожник, это полезная вещь. Потребительная стоимость это не товар. А если она предназначается для обмена, для продажи, для смены собственности на другой товар, то это будет потребительная стоимость для других, общественная потребительная стоимость это отличие. Потребительная стоимость товара от потребительной стоимости для себя изготовленной или подаренной и так далее. потребительная стоимость для других, для многих и так далее. Так. Но потребительная стоимость это свойство любой вещи полезной. А вот у товара есть одновременно с потребительной и общественной стоимостью для других то важнейшее свойство, что отличает ее от других полезных вещей. Это миновая стоимость, то есть способность обменения в определенных количественных пропорциях. Это миновая стоимость. Но спрашивается, почему их товар А равеннее к товару Б? Скажем, одна отца у Марса, там такие, например, скажем, мешка, тумаршиного холста или мешку зерна и так далее. Как потребительность, то они совершенно разные, но вы как математика, физка, знаете, что сранит можно и еще качественно однородные. Как же можно сравнивать, скажем, суртук или раба и дух, омец и прочее? Значит, есть что-то общее у них, по потребительным свойствам они различаются, но есть глубинное свойство, которое в товарном отношении у вещей приобретается. Оно не врожденное, не природное свойство вещей. Это их стоимость, это труд в незаключенном, который делает их общими, сравнимыми для обмена. Различие идет там только по количеству затарочного труда. Это стоимость товара. Труд, затраченный на производство, не вообще полезная вещь, а именно товара, для продажи предназначена. Есть ее стоимость. И вот тут вещь, о которой я хочу обязательно сказать. Часто ее даже в наших вузах, редко называемые советскими, проходили именно этого. Стоимость, есть труд вложенный товар. Но стоимость – это общественное свойство товара, не природное. Что это значит? Что стоимость есть труд воплощенного, вещественного, затраченный товаре. Общественная полезность которого признается только в обмене. Если вы полезную вещь для себя обед сварили, съели, там не надо вызывать, сколько там труда затрачено, но не на что не меняете. Вы сами присваиваете эту вещь. А если вы уже собственник вещей и идете на обмен, то в таком случае ваш труд вложенный товар должен быть общественно полезным. Этого не видно в товаре. Овца есть отца. Но в обмене проявляется общее свойство. Не вкус, цвет и запах. А проявляется то, что он есть продукт труда для общества, для других, для обмена. Итак, стоимость есть продукт абстрактного труда, который делает сравнимые вещи. Это не результат труда, не труда, характеризующая, как труд сапожника или овцевода, а труд как затрата вообще человеческой энергии. И тут я не ставлю точку. Если записываете, не запомните четко. Ставим запятую. Это Маркс в четвертом параграфе, первой главе, называется товарный фетишист. Он добавляет. Стой, если обстратный труд. Если труд, общественная полезность проявляется только на рынке, в обмене. Пока товар делается, или если он сам, продукт это делается, или для себя делается, ему не важно, будет он призван в обществе или нет. А вот если его полезность для других будет признана через куплю-продажу, это значит, что труд им затрачен и полезен не только ему, он ему полезен, потому что он за него другой товар получил, но он полезен и для других. Общественный характер труда. Да. Признается только в обмене. В планном хозяйстве социалистическом, вообще, когда оно нормально у нас функционировало, общественный характер уже в планах был заложен. Планировалось тайная, отрасль, сколько людей, сколько производить и так далее. При всех несовершенствах, прорывная экономика была настоящая, он сколько создали прекрасного за короткое время. Потому что планировали. А то применение только Госплан. Планировал Крисер, да. Тут еще вот один нюанс есть, который любят упоминать... Я уже гоню, вы извините, я тороплюсь сюда. Любят упоминать буржуазные критики, которые очень поверхностно знакомы с теорией стоимости. Когда говорят, что стоимость есть овесчисленный труд и так далее, некоторые из них... В товаре не добавляем в товаре. Да, да. Ну, некоторые из них, кто вообще как бы не читал ничего, они говорят так, что, дескать, вот нормальный, например, мебельщик делает табуретку за три часа, Лентяй делает за девять часов, значит, он в три раза больше тратит усилий, он же делает дольше, и значит, его табуретка получается в три раза дороже. Видите, так сказать, тут марксизм показывает несуразность. А они как бы не вникают в это дело, не считают. Маркс ведь писал не об индивидуальном труде, а об общественно усредненном как бы труде. То есть, если мебельщик Лентяй не у Меха затратил в три раза больше усилий, он все равно, притащив свою табуретку на рынок, получит за нее столько же... Среднюю, общественно необходимую рабочую работу. Да, общественно необходимую. Потому что конкуренция усреднит эти вещи. Если один принес один и тот же товар, и будет за него больше платить, в деньгах и в другом товаре, то есть, конечно, через законство труда, другой будет получить. А другой такую же вещь принесет с меньшими затратами труда, если это будет типично, меньшей затратой труда, это станет общественным необходимым временем. А тот, кто Лентяй, виден, работает с перерывом, перекуром, не получит возмущенности и затраты труда, и будет смыть компонентной борьбой. Так вот, очень важно, товарищи, абстрактность, стоимость, это категория не вообще вещей, а только товара. Потому что общественное признание получается только при крупной продаже. Что значит вы продали товар? Это значит, что ваш труд признан полезным другим. Правильно? Труд носит скрытый общественный характер, товарный производитель, но проявляется его общественное признание, то есть, эквивалентом какой-то получается, только через рынок, через кухню и продажу. Если рынок не признает, 20 раз он будет качественный труд и продукт этого труда, но не будет общественно полезным. Значит, абстрактный труд, здесь густок человеческого труда, общественно полезный характер, которого признается только через кухню и продажу, через рынок. Это очень существенно. И в этом смысле товарное производство есть приходящее. Когда не надо будет, из-за разробленности общества, из-за множественных собственников, из-за обмена денежного и так далее, заранее при планном хозяйстве будет планироваться, сколько, куда нужно рабочие силы труда, в какие отрасли, с точки зрения интереса общества, а не только выгоды, как при капитализме. Вы знаете, что в советское время было очень много отравлений, не много, но не мало отраслей продукции, которая была планово убыточной. Например, угольная промышленность заранее. Все детские изделия, детские вещи, книги и так далее, были планово убыточные, как правило. Они дотационные были, потому что это были общественно необходимые вещи, советское государство понимало необходимость. И затраты на них покрывались за счет дотации государства, диджер, пресса, детских вещей и других. Так вот, значит, вот это очень важный момент. Некоторые считают, что, многие товарищи воспринимают, что абстрактный труд, стоимость, которая есть в воплощении абстрактного труда, человеческого труда, независимо от формы затраты, это из вечной категории. Раз труд затрачен, значит, он здесь абстрактный труд. К примеру, студенты мне всегда говорили, ну, там его, смотрите, вот сделал табуретку целую, это конкретный труд. А вот ножка табуретки, это абстрактный труд. Ну, приведите пример абстрактного труда или конкретного. Вот так и говорили, значит, деталь какую-то сделал, часть целого, это абстрактный труд, а целый, который же форму получил предмет, это конкретный. Конкретный абстрактный труд товарном производстве это две стороны одного и того же труда товаропроизводителя на лицо конкретных вы видите что делается как делается далее но там что скрыть полезный для общества для других труд только на рынке через продам обменяв свой товар на другой получите в сам общественное признание конечном счете через видите форму стоимости миновая форма то есть пропорции обмена и формы этих получает законченное выражение появление чего всеобщего эквивалентного лента тоже тема чтс как он называется деньги наши сами необходимые деньги у денег 5 функций марс называют помните средства платежа средства обращения товар деньги товар средства платежа когда вы товар купили оплатите за срочные средства разрываются во времени переход товара покупать с оплатой отсюда возникает необходимость в будущем судно капитал возможно спросите сумма капитал и банковских операций когда денежная масса накапливается из разрыва операций и супер нужно при катеризме развита накопление капитала времени которые банки консолидируют но кроме того они все больше всего становится первоначально в смысле расставщиками поэтому паразитируют на процентов не связанным с производством дериватность а те акции облигации государственные займы которые они используются вообще не берут на себя распространение и получает не с производством связанное чисто с перспективными функциями и в этом смысле это проявление паразитизма капитализма на политической стадии ну и поскольку мы сами знаем что труд создаёт стоимость общественные поэтому при капитализме мы потоке он хотела это калярный билан доска по стороне товар произведён на характеристическом предприятии по затратам туда по стоимости включает себя тут уже классом анализа подходящим еще предметы туда нужны средства туда нужны все это капитал собственность капиталистов но это стоимость вот берем конкретный процесс производства это словно сейчас созна это труд сейчас затрачено это производитель это труд прошлых лет здание сооружения о котором сегодня протекает производства процесс марта жалл это постоянный капитал постоянно не смысле что на форму солнца хранит стареет изнашиваться с точки зрения что это стоимость процессе ее использование в данном процессе производства не изменяет своей личине она просто переносится меняет форму существования некоторые просто исчезает и предмет на форму уже уголь сгорает но энергия воплощается много товаре и труд затраченные готовы превращается в элемент затрат на производстве этого но сколько не было можно сразу не по частям амортизации по частям переносится со станков дорогостоящего оборудования скажем партии цель который сейчас первый год на стоимость этого семья переносится на продукция целиком насколько я была вяжена процессах производства туда туда раньше столько были перенесено а вот теперь вопросов а как она куда переходил ту стоимость alar matching разрешки бываетary с написанный разуме December 6 видео насколько в обмене проявляет это же общественные отношения признание общественной картера труда каким образом старая стоимость в столь из-доданного процесса производства воплощенных станках машинах в условиях производства переходит давай товар замолчали опять-таки благодаря живому труду в этом процессе производства на какой стороне труда чтобы у станка работать и металл превращать в изделие нужен какой сона труда труд вообще или тут конкретной форме конкретный труд только тут стрима это конкретная форма труда приема работает старая стоимость рабочие свои конкретный трудом переносит преобразует форму этой старой стоимости в новом товаре в новом продукте который выходит из этого производства но когда он применяет свою энергию включает станок там или столевар разбивает катер за планет в этом золоте течет этот металл горячий он тратит уносу и той который не было до этого процесса уже как солевар в этой форме отратит свой живой абстрактный труд физического бизнеса поэтому он создаёт он не только сохраняет старую стоимость нам да если бы это не делала рабочую капиталистов и станки машины постепенно амортизировать ржавели и он потерял капитал вложенный в эти средства производства то есть рабочий сохраняет капиталисты его первоначальный капитал и умножает потому что процессе труда и его абстрактный человеческий труд затраченных это личность создает новую стоимость причем это новая столь мысловом . распадается на две части часть стоимости выступает как деньги капиталиста часть капитала который он отдаст как благотворитель за рабочим осчислили заработной планы но это часть новой стоимости c это капитал который капиталист вложился эти машины и стоимость которого перенесена в товар изготовленные там произведения товар не нарисов а вот он товар что он себя включает затраты труда какие-то старого труда прошлого труда который благодаря труду рабочих в этом производстве на конкретной стороне этого труда переносит бронгарина переносится на новый товар изготовленный выше и вместе с тем рабочие работники и сангукты рабочие это производство затраты своей физической и интеллектуальной энергии добавляет новую стоимость густок нового живого труда в этом процессе производства и создают новую стоимость это новая стоимость больше чем стоимость рабочей силы которые капиталист должен оплатить то что капиталист его смущает виде свою перемену капитала тут видимость капиталист из кармана благотворитель выплатил зарплату что поддерживает этой иллюзии раньше капиталисты когда скажем рабочий класс более активно выступал и сейчас она добивается но сейчас у них и ваша активисты берут раньше мы даже аванс ну аванс платить работе еще не работал уже частично можно заплатить из кармана капиталисты работ буржуазой политэкономики отвердить капиталисты содержат рабочие тени франсирует чем чем получили но рабочий не только создавая новую стоимость как бы сам себя содержит то сейчас результатов это капиталист под видом зарплаты возвращает рабочим он создает избыток новой стоимости сейчас часто так и так капиталистическом производстве это очень важно потому что нижнего городе когда собирались на 17 рабочий фонд рабочий академии вот товарищи как раз вот с этим воспитали сложности считая так рабочие на капиталистическом предприятии результате плата создает прибавочный стоимость то есть точно капиталисты оплачиваем то что при сайт без размиза после реализации товара а ведь рабочие сами себя содержит вот в главе в отделе это один классовое слово научное для того чтобы ставить требования в профсоюзе работе рабочий созидают все то что имеет капиталист они его сохраняют старый капитал каким образом стоимость товара осознанно вошла стоимость потребленности материала как 3 продал продукцию товарный капитал от свой и вернул будем считать что может отвлекается там перепаду конкуренции то есть вернул допустим все точно в цене тоже уложен в этот товар значит эквивалент потребленного цен постоянного капитала он вернул так вот еще раз повторяю капиталистическое производство основано эксплуатации все что создается создается рабочими работниками самокупленный час они сохраняют старую стоимость если этого не было вот там где раскурочили танки транспортеры на одном из заводов как-то риск потери несет шахту взорвали цены то ее не визуществу продукции для шахты значит только когда шахтер работает когда рабочий работает машины с таком заводе он своим трудом сохраняет старую стоимость в новой форме выход машина танк но не обошел металл с амортизацией здания понятно что меняется формула величина от слоевости сохраняется сразу и по частям произведен от аварии и при продаже удачной по цене равной стоимости капиталисту обещает то есть капитал капиталисту сохраняется его задачи непостоянно но вместе с тем как правило так и есть не он силы рабочих капиталисты рабочий сначала работают а потом уже после продажи на лучшем случае если врачи платят зарплату выберем нормальные отношения выплачивает зарплату но в этой зарплате только часть созданной стоимости рабочей силы потребновой процессе то что он выплачет принимает формула денег капиталиста его переменного капитала почему переменного затрату на зарплату сон опустим а в результате получил 110 потому что часть создала рабочий его трудов живы в этом процессе производства треснул выручает эту стоимость преподавателя но рабочим не означает почему потому что только рабочая сила рабочий продает капиталисту так капитализм это какой то на производстве не только все в чем форма а такая форма когда даже рабочая сила все даже рабочие силы не сам человек как при обладении скажем а рабочая сила человека неочердаемые свойства человеческого организма становится товар капиталист получаются распоряжение рабочей силы вы часто видите продает труд почему неправильно труд это процесс взаимодействия полчаса человека и природа как через свои свойства живого организма действует на внешнюю среду на предмет труда тот может быть до процесс рабочий может родиться до того как он пришел к нам капиталисту можно трудиться а средства производства у кого собственность в отношении собственно кого я беру где вы видели рабочего собите еще который там всегда дома создал китай помните своими дом этом делали в каждом доме пасок дело тонкое быстро закончились этими пошутил товарищи отношения тем более сами на обществе крупные дорогостоящие средства производства это собственно с капиталистов поэтому рабочий он пролетарию не имеется не собственных условий производства поэтому единство чтобы существовать он должен продать единство что не видеть своя способность среду разница между другом и рабочие силы как разница масса чего позволит как между процессом еды и желанием кушать кушать на сероте им своими на совет на это обещание а чтобы покушать надо что было нет матери это рису борщ и тогда мешает нам покатить пельмени значит а вот эти самые пельмени у капиталисты что процесс труда совершился надо чтоб капитали рабочий пошел к нему собственных средств производства которые платят его часть и созданного рабочим и так рабочие содержат капиталистов рабочий себя содержит да еще сверх того дают прибавочную стоимость и когда вы по процессу изменения товарищем обещаете что когда капиталист не платит зарплату и свою карман это он не дает рабочий даже часть того что рабочий создает но и совершен создает как то есть просто при карман нет как переменный капитал или как сохраненный последний сейчас чтобы закончить на приятной теме безработица чем-то не сегодня следующий материал в первых тома почему первый том особенно кстати насчет первого дома именно процессы производства исследуется там максом помните саде отношения производстве все остальное обращение и распределение производства а тут ярче все выступает классовая природа патриотическое общество поэтому вся буржуазная наука сегодняшнего кавычка и не только мелко буржуазная на протонистическое не признает первый тон капитала они говорят что марс дал кое-что полезное во втором третьем там схемы воспроизводства математической кладем там скажем обозначил такие очень подробно там же не хотела на это время классы группы как и собственно особенно процесс воспроизводства для него мы не наберемся третий тон капитала а вот первый том это чисто идеологическому установки марса марса за это самый страшный снаряд и на первый том когда не допущены было уже землян скрыл тайну обогащение капиталистов тайной эксплуатации именно через показ того что труд и рабочая сила не одно и то же рабочий продает способность трудом уже потреблять эту способность будет тот кто собствен в производстве amtqo командует как потреблять сколько работать какая занимает какая производительность и результаты этого труда предназначат капиталисту на рабочем отличие травма получает долю и в созданного нет или сейчас меньше значительно чем раньше идет рязани даже заработная плача через рост цен и на производстве не доплачу пегучая не хотят а через рост цен на потребительские товары забираете вичезновой забирает даже то что заплатил вот использовавший soleeee Но в целом капитал держится на плечах трудящегося человека рабочего класса совокупного. Поэтому только с позиции рабочего класса и, возможно, прогрессивного класса дать правильное вести экономическим процессам. Так вот, на счет безработицы два слова я заканчиваю. С техническим прогрессом соотношение между долей затрат капиталиста на средства производства и в денежном выражении, своему слову, и в количественном, по отношению к применяемой рабочей силе, количество работников, увеличивается. Технике приходится на единицу рабочей силы все больше и больше соотношением. Правильно? В этом же выражается технический прогресс. Так вот, если мы рассмотрим капитал с точки зрения количественных затрат в денежной форме этого капитала на цель, на постоянную технику по отношению к затратам на заработную плату, это так называемое стоимостное строение капитала, строение капитала по стоимости. Стоимостное строение капитала, соотношение затрат на рабочее силу, соотношение затрат на средства производства. С развитием технического прогресса, несмотря на то, что часто и удорожание новейшей техники, но есть в конечном счете и удешевление потом, вредствование новой техники, идет удешевление новой или старой, поскольку она уже становится не столь эффективной и теряет свою словность, хотя физически не износилась. Я уже молочу, так быстро заканчиваю. Так вот, соотношение количества и затрат на средства производства на постоянные капитальные перемены растет. Это единственное стоимостное строение капитала. Деньги, это стоимостное выражение технического прогресса. Это объективная тенденция. Соотношение количества техники, переходящейся на рабочих, которые приводят их в движение, это техническое среднее капитала. Оно тоже возрастает. Все меньшее масса живого труда приводит к движению, все большее величество техники. Органическое среднее капитала, категория, которая только марсировала политическую экономию. Ну, Еленин всегда пользовался. Марсистская политика экономия. Что такое органическое среднее капитала? Это изменение стоимостного, вызываемое только техническим прогрессом. Посмотрите, стоимостное может меняться, а цены на технику. Техника та же, а цены упали или возросли. Стоимостное среднее меняется? Меньше затрат на технику, то есть и цена упала на ту же технику. Или там, количественно изменилось количество техники, но здесь и затрат на эту технику, технический прогресс, да, в рост производительности, да, больше машин приводится количественно. Меньшим количеством работников требуется. Это технически. Но вот если изменение С к В, это пропорция, С деленное на В, изменяется стоимостное, именно в связи с техническим прогрессом, тогда речь идет о том, что все большая часть рабочих, которые вовлекаются от производства, количество меньше, чем было раньше, которые вовлекались при том же уровне технического прогресса. Я не запутал вас. Если раньше рабочий, скажем, работал на двух машинах, теперь в связи с техническим прогрессом он может обслуживать три машины. Или там, скажем, четыре машины он может обслуживать. За четыре раза раньше две машины он обслуживал. И при том же уровне технического прогресса надо было бы на четыре машины брать двух рабочих, то сейчас остается один рабочий. Значит, часть потенциально ищущих работ оказываются ненужными на базе технического прогресса. Возникает резервная армия труда. Потому что если бы капиталист сокращал рабочий день, если бы он обрешал труд рабочих, тогда не было бы этой резервной армии труда. То есть это относительный избыток рабочей силы, связанный с капиталистическим применением техники. Когда вы говорите с рабочим классом, вы говорите, что когда его увеличивают норму выработки резко, или когда его заставляют работать многостаночно при тех же условиях производства, это есть нечто иное, как создание резервной армии труда, то и давит на занятый рабочий класс, заставляет их соглашаться на любые условия капиталисту, когда он не организован. То есть это и есть результат капиталистического применения технического прогресса. А рост безработицы, рост региональной армии, значительная часть которых становится паутором, нищета сплошная, это еще раз проявление паразитизма, задневание капитализма, которое разрушает даже самые главные паразитические силы. И так далее в этом смысле. В любой части политэкономии и капитализма, империализма, ищите интересы, классовые противоречия и покажите, что в условиях империализма, вот это очень важно, эта стадия является не только прогрессивной с точки зрения технической покрытии, тут есть прогресс, конечно, науковые свои законы, они развиваются, но она реакционна как элемент соединения производства с ажиотечественных сил. Вас не смущает, что это реакционная стадия? Говорят, это более развитая стадия. Реакционная, потому что исчерпались возможности прогрессивного развития всех сторон жизни и общества в условиях империализма. Война для них мать родная, банка вооружения мать родная и так далее. Я закончила, колыняный грабеж тоже мать родная. И борьба с социализмом тем более мать родная. Поэтому для нас с вами сегодня надо, изучая экономические процессы, помнить, что правильно это надо давать. Развенчивая, разокритикуя буржуазных и оплатонистических теоретиков, которые всячески искажают суть процесса и пытаются выдать общественные процессы за явление природы, за вечные условия развития жизни. Продолжение следует...